Ключевые решения, ключевые исследования, ведь они не у нас, они в США и в Европе. Уже, я думаю, Китай скоро подтянется. А у нас-то есть шансы вернуться в число лидеров? У нас мы не опоздаем? Есть шансы, но медлить уже нельзя. Нужно заскакивать в идущий и ускоряющийся поезд. Потому что этот поезд, надо по-честному сказать, набрал обороты сначала без нас. В этом смысле вы правы. Мы долгое время находились в ситуации, когда вынуждены были просто выживать. Это происходило в 90-е годы, в 80-е годы этому вообще особого внимания не уделялось. И только сейчас мы начали создавать основу своего технологического развития. Для этого все есть. Есть институты, есть деньги. Там, наверное, не фантастические, но все-таки это довольно приличные деньги, которые аккумулированы в различных фондах поддержки. Есть инструменты, которые уже опробованы. И самое главное, есть люди. Уж талантливых людей у нас очень много. Чего нет? Нет пока способности быстро преобразовывать технологические новинки в работающие и коммерчески успешные проекты. Вот с этим у нас все так не очень хорошо обстоит. Не очень мы это умеем. Так как всегда было, к сожалению. К сожалению, в этом смысле мы действительно не можем похвастаться каким-то там великолепным прошлым. Но, тем не менее, этому тоже можно научиться. Есть страны ведь другие, где очень хорошо умеют коммерциализировать и гораздо хуже умеют выдумывать. Вот что-то, так сказать, списать, срисовать, во. А самим придумать тяжелее. Нам, конечно, нужно научиться вот этой самой коммерциализации. На это должны быть обращены и государственные усилия, и усилия бизнеса. Бизнес должен вкладываться в неокры, должен вкладываться в исследования в сфере IT, в современные технологии. Мне лет 10 назад приходилось, по сути, палкой крупные компании туда загонять, чтобы они какие-то инвестиции планировали. Потому что компании огромные, доходы огромные, а у них там на неокры какие-то слезы. У нас и так все хорошо. А все, что нам нужно, мы у них купим. А сейчас мы уже у них и не купим, и свои исследования, значит, не вели как надо. Поэтому, действительно, это задача исключительной важности. Но я уверен, что шансы встать в один ряд с наиболее продвинутыми странами у нас есть.